Томсо, асаламу алейкум, что думаешь про фильм? Добро пожаловать в Чечню. Алейкум асаламу, я не смотрел этот фильм, но я хочу вам порекомендовать фильм, который я посмотрел вчера. Документальный фильм называется Диссидент. А будет ли заметен Апти со своими штанами на фоне желтого песка? Алейкум асаламу. Я думаю, что нет. Это ведь маскировка. Не будет он заметен. Я думаю, что с нынешних пор Апти вообще не будет заметен в Чечне. Он где-то там сейчас будет на дне плавать в должности помощника главы. Это то же самое, что должность советника президента России туда обычно переводит. Людей, которых уже все списали. Так что с ним можно попрощаться. Томсо, есть слухи, что желтые штаны получил новую должность, надеясь, что неправда. Нет, это правда. Ему дали должность помощника главы. Ну это такой ход. А Лаудиновы, они все. Поверьте мне. Кстати говоря, этот с МВД, их брат Джамалай, тоже написал рапорт. Джон Леннон курил травку и писал отличные песни. Курт Кобейн употреблял наркотики и писал гениальную музыку. Апти одолжил у Машки Захаровой аргентинский порошочек. Но дальше дело как-то не заладилось. Видать, не его эта тема. Томсо, мне кажется, что на зло тебе и всем чеченцам дали ему эту должность. Да это, понимаете, таких людей, их нужно куда-то пристроить. Чтобы не подтвердить все эти доводы, которые были изложены в статье «Новой газеты». Это же серьезная проблема. Милашина написала, через какое-то время его увольняют. Значит, она была права. А нельзя сделать так, чтобы она была права. Поэтому его нужно куда-то пристроить. Ну и, в общем, его куда-то пристраивают. Но для него это не спасение. Алаудиновы, все Алаудиновы, они прекрасно понимают, что с ними произошло. Все, больше их нет. В ближайшее время и этот брат Абдулла тоже, скорее всего, слетит со своей должности пристава. Всякие злачные такие места, все будут у них отобраны. Короче, там уже все. Эту страницу, желтую страницу можно перевернуть. Так вот, Томсо. Простые американцы Илья Дмитриевич Медведев, Екатерина Сергеевна Лаврова, Анастасия Витальевна Чуркина, Александр Викторович Виксельберг и многие другие возмущены словами Байдена о Путине. Но Америка свободная страна, где можно выражать свое недовольство словами президента. Поэтому они пользуются этой привилегией. По-моему, все нормально. Я не вижу в этом проблем. И не только даже американцы, даже мы, не являясь гражданами Америки, можем свободно высказываться по поводу американского президента и его каких-то слов. Единственное, было, честно говоря, неприятно наблюдать за тем, как Эрдоган в пряксе за Путина. Вот это было неприятно. Привет, Томсо. Считаете себя современным мужчиной? Вы стираете и гладите рубашки, помогаете жене готовить еду и так далее. Вы сейчас как эмансипированный скандинавский мужчина или нет? Ну, у нас в семье не бывает такой нужды. Помогать жене гладить рубашки, и стирать рубашки, такого не... Ну, такой нужды, в принципе, нет. Если бы такая нужда была бы, может быть, я бы помог. Но у нас нет такой нужды. В нашей семье распределены как-то права и обязанности. У нас не возникает такого вопроса, что кто будет сегодня готовить или мыть посуду. У нас конкретно есть люди, которые занимаются этой работой. И все всем довольны. Никто никого не притесняет, не заставляет. Насилия в семье, хвала Аллаху, нет. И в целом у нас очень дружная и крепкая семья. Томсо, асалам алейкум, что думаешь про фильм? Добро пожаловать в Чечню. Алейкум, асалам. Я не смотрел этот фильм, но я хочу вам порекомендовать фильм, который я посмотрел вчера. Документальный фильм называется «Диссидент» про убийство в Саудовском посольстве, в Саудовском консульстве в Истамбуле журналиста Джамаль Ахашоги. Очень интересный материал, посмотрите его. Много полезного. Вы его найдете с русской озвучкой в гугле, просто вбейте. Бывший Гурон, ты в тренде. Кстати, Томсо, все хотел спросить тебя. Почему эфир длится только полтора часа, а, например, не два? Чисто спортивный интерес. Я понятия не имею, япон. Так сложилось как-то. С самого начала, по-моему, первым эфиром я провел полтора часа, и такая традиция получилась вести их полтора часа. Когда час, этого бывает мало. Когда больше полутора часов, то это уже много. И, в общем, я так в моей системе ориентиров, полтора часа – это был самый такой оптимальный вариант. И, в общем, так сложилось. Поэтому они пошли по полтора часа. И то же самое, ты можешь спросить, почему четверг и воскресенье? Тоже абсолютно спонтанно как-то так получилось. В том, что после расхода между вами, Чарои, и нами, русскими, можем ли мы попросить из русских городов чеченцев принудительно, без насилия, отправить их на родину, Чарои, и как ты относишься к такому варианту? Ну, вряд ли можно назвать это какой-то цивильной мерой, принятой в современном мире. Но, если вы так решите, то что поделаешь? Это будет ваше решение. Я думаю, после отделения Ичкерии от РФ чеченцы и из русских городов сами вернутся в Чарои. Они ведь здесь от безысходности, что было, хоть что-то заработать. Простые люди имеют в виду, а не кадыровцы. Я не знаю, может быть, ну, навряд ли в России примут такое решение. Кого-то депортировать. Но даже если они такое решение примут, ну, что поделаешь, мы наших граждан с удовольствием примем. При этом отвечать подобным образом, я надеюсь, мы не будем. Наоборот, мы будем рады тем, кто приедут к нам, русским людям, нерусским людям. Я вообще за то, чтобы мы сделали с своей страны такую офшорную зону, где со всего мира бизнесу было бы удобно вести свои дела, открывать у нас счета, свой бизнес. Это было бы круто. Официальная средняя зарплата в Чечне 28,3 тысячи рублей. А люди говорят, что получают 9,11,12,18 тысяч рублей. Куда уходят деньги? Я не знаю сейчас, какая там средняя зарплата в Чечне. В 2015 году, я находясь на должности заместителя генерального директора, моя зарплата составляла 35 тысяч вместе с налогом. То есть я не получал 35 тысяч. Поняли, да? На руки я получил бы где-то там 30 тысяч. Я просто не успел получить эту зарплату. Где-то 30 тысяч я получил бы на руки. Это должность. То есть вышли меня зарплаты только у генерального. Поняли, да? Теперь представьте себе средний уровень зарплаты. Поэтому это, конечно, ложь про эту среднюю зарплату. У нас были люди, которые работали там за 8 тысяч в месяц. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok